Здравствуйте, в эфире Якутия 24, новости экономики в студии Евгений Баженко. Для реализации поручений президента Путина придется экономить. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Белоусов. Поручения, озвученные в послании Федеральному собранию, обойдутся в 1,5% ВВП. По словам Белоусова, около двух третей необходимой суммы будет получена за счет ускорения роста экономики с 2% до 3,5-4% в год. Остальное благодаря сокращению расходов. Помимо оборонных, экономии можно добиться за счет сокращения бюджетных расходов на капитальное строительство, сказал Белоусов. Это большая сфера, там порядка 600 миллиардов рублей ежегодно, там тоже мы можем сэкономить. Я думаю, где-то десятки миллиардов рублей, как минимум, сказал он. Егор Борисов в программе «Актуальное интервью» в нашем эфире сообщил, что с учетом запущенных инвестиционных проектов в ближайшие годы в Якутии будет достигнут рекордный объем добычи золота – 30 тонн в год. Сегодня золотодобывающая промышленность Якутии получила второе дыхание. По результатам 2017 года объем добычи золота составил около 25 тонн. Мы рассчитываем, что с учетом знаковых событий в отрасли, применения новых технологий и наращиваемых темпов золотодобычи, мы в ближайшие годы достигнем рекордных 30 тонн золота в год, отметил Егор Борисов. Федеральное финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры в Якутии может быть увеличено. Об этом в ходе совещания в Якутске с руководством региона сообщил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, зампред правительства Российской Федерации Юрий Трутнев. Сегодня на территории Якутии одобрены семь объектов на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей. Список не завершен, у нас есть еще некоторые финансовые возможности увеличить объемы финансирования социальной инфраструктуры на территории Якутии, сказал Трутнев. Глава Республики Егор Борисов предложил включить в список кардиоцентр и онкологический центр. Российские власти разрабатывают меры по ужесточению контроля за качеством авиационного топлива. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщает Министерство транспорта. В то же время Росавиация выступает за возврат практики государственной сертификации топлива, отмененной в 2015 году. В агентстве полагают сертификацию важным звеном в системе безопасности полетов, ссылаясь на международную практику. Аналитики агентства Автостад провели очередное исследование российского автомобильного рынка. На этот раз они выяснили, что с 16 февраля по 15 марта 2018 года 17 автопроизводителей подняли свои цены на модели машин в России. Например, это сделали такие производители транспорта, как BMW, Ford и Kia. Цены выросли на величину от половины до трех с половиной процентов в зависимости от модели автомобиля. Отметим, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам февраля увеличились на 24,7 процента и составили 133 177 машин. По итогам февраля увеличились на 24,7 процента и составили 133 177 машин. По итогам первых двух месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 27,5 процентов до 235 641 автомобиля. В годовом выражении эксперты ждут роста продаж легковушек на уровне 11 процентов. Алроса провела в Гонконге аукцион по продаже алмазов. Единая сбытовая организация компании реализовала 112 алмазов специальных размеров общим весом 1078 карат. Суммарная выручка от их продажи составила 13,5 миллионов долларов. Также на аукционе продано 67 бриллиантов на сумму 2 миллиона 800 тысяч долларов. Реализованный ассортимент включал в себя 48 бриллиантов стандартного цветового ряда и 19 камней фантазийных цветов. Гонконгский аукцион, в котором приняли участие 50 компаний, показал, что спрос на алмазы этой размерной категории остается стабильным. Торги завершились с хорошими результатами, наши ожидания оправдались, так прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора компании Алроса Юрий Акаемов. В этом году компания планирует провести 30 международных аукционов, из них два в Нью-Йорке. Россия размотрит возможность постепенного выхода из сделки с ОПЕК об ограничении добычи нефти после восстановления баланса на международном рынке углеводородов. Он ожидается в третьем квартале этого года. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак. Собственно, условия соглашения предусматривали достижение ценового баланса. Напомним, что соглашение было достигнуто в конце 2016 года и после этого продлевалось. С 19 марта в офисах Центра Мои Документы в Якутске начался прием заявлений на получение нового ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка. Пособие будет выплачиваться до полутора лет. Среднедушевой доход семьи, претендующий на получение пособия, не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума работающего населения в Якутии за второй квартал 2017 года. Для расчета дохода семьи нужно будет предоставить справку о доходах или их отсутствии за последние 12 месяцев. Размерного пособия в 2018 году составляет 17 032 рубля. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Якутии за второй квартал 2017 года 17 601 рубль. Таким образом, доход на каждого члена семьи не должен быть выше 26 041 рубля 50 копеек. Пока услуга предоставляется только в Якутске. Вопреки сопротивлению бизнеса, часть неналоговых платежей в этом году войдет в налоговый кодекс. По информации газеты «Коммерсант» из нескольких десятков обязательных платежей, в налоговый кодекс планируется включить шесть наиболее близких к налогам, включая утилизационные и экологические сборы. Переход контроля уплаты к федеральной налоговой службе должен повысить ранее невысокую платежную дисциплину. В частности, в прошлом году из шести с половиной миллиардов рублей экологического сбора удалось собрать менее четверти. Тем временем региональное отделение Фонда социального страхования России по Якутии сообщило, что за 2017 год специалистами отделения в связи с неисполнением требований об уплате страховых взносов было направлено 5253 поручения на списание средств со счетов должников на общую сумму 125 миллионов рублей. Для взыскания недоимки по уплате страховых взносов за счет иного имущества должников в Управлении Федеральной службы судебных приставов направлены 1342 постановления на общую сумму 22,5 миллионов рублей. В результате принятых мер в 2017 году обеспечено поступление страховых взносов в бюджет на сумму 116 миллионов 700 тысяч рублей. Департамент денежно-кредитной политики Банка России предложит Совету директоров регулятора на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки. На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 7,5 годовых. В прошлом году Центробанк снижал ставку 6 раз суммарно на 2,25% пункта. Напомним, что необходимость снижения ключевой ставки Центробанка названа участниками рынка одним из необходимых условий для снижения ставки ипотечных кредитов. А такую цель ставил в частности Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. За первую половину марта Газпром по предварительным данным увеличил добычу газа более чем на 17,5%, продажи на внутреннем рынке более чем на 30,5%, а экспорт почти на 29,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Толчком к росту послужила холодная погода. Температура и в России, и в Европе пока держится ниже климатической нормы. Потребителям в дальнем зарубежье с начала года ушло почти 45 миллиардов кубометров российского газа. Так, экспорт в Германию вырос на десятую часть, в Австрию и Нидерланды в два раза, хотя в номинальном выражении объемы относительно невелики. По прогнозам синоптиков, вторая половина марта также ожидается холодной. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24. Редактор субтитров А.Семкин